Здравствуйте, это программа «Тема дня» в студии Дмитрий Нечаев. И вот знаете, сегодня слово «здравствуйте» звучит как-то по-особенному актуально. Дело в том, что хочется сказать, действительно, будьте здоровы. Действительно, здравствуйте. Причем не только физически, но еще и психологически, психически, наверное. Сегодня у нас не случайно состав участников программы, я думаю, вы уже понимаете, к чему мы клоним. Сейчас тема номер один везде, и в СМИ, и у всех там в соцсетях, в WhatsApp, во всем, чем только можно. Это понятно, что тема коронавируса, пандемии, в которую провалился весь мир и, возможно, даже надолго. Наша тема сегодня, конечно же, не нагнетать панику, а скорее наоборот. Скорее всего, нужно будет просвещать. Мы владеем определенной информацией, которая сейчас даже уникальной является, которую не все далеко знают. И вот это сегодня мы и обсудим. То есть мы поговорим о том, как с коронавирусом жить, как ему противостоять. И физически, в медицинском аспекте, и психологически. Что тоже, как оказалось, очень важно. Потому что у нас эпидемия и пандемия не только коронавируса, но еще и пандемия в умах, головах людей, похоже, началась. Ну, давайте я представлю тогда участников нашего сегодняшнего важного, актуального разговора. Александр Сергеевич Раздорский, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Тверской области. Дальше, ну, давайте так теперь по часовой стрелке. Елена Вячеславовна Шеметкова, гештальпсихолог. И уже тоже резидент наших программ Юрий Николаевич Рыльский, психотерапевт, руководитель Центра развития личности. Ну, теперь давайте конкретно сразу переходим к цифрам. Цифры, честно говоря, определенного оптимизма пока большого не внушают. Давайте посмотрим, что мы имеем на настоящий момент. Вот сейчас у нас середина марта. Значит, немножко, так сказать, хроника коронавируса. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию. Ну, это уже мировая проблема стала. В мире заражено сейчас, я точно и не могу сказать данные, но, по-моему, больше 220 тысяч человек по всему миру заражено, из которых к настоящему времени чуть больше 8 тысяч скончалось. Это мы будем говорить про летальность этого вируса. В Российской Федерации сейчас болеют около 150 человек примерно. И сегодня, вот буквально только что новость распространилась, первая пациентка в Москве скончалась. Это пожилая пациентка, 79-летняя, которая заболела 13 марта, ну, и вот долго не прожила. Видимо, там, наверное, отек легких, что при этом происходит. Скончался человек. Что касается нашего региона. Есть данные, они уже 17 марта были опубликованы, что у нас в регионе есть два подтвержденных официально случая заражения, заболевших коронавирусом. Оба это случая завозных. Ну, и вот дать, Александр Сергеевич, так сказать, ваш выход. То есть, как вы что скажете? Это действительно так? У нас действительно в регион проник коронавирус? И что дальше? Какая будет динамика? Какие прогнозы? Да, на самом деле, так. И если говорить о случаях, которые выявлены на территории Российской Федерации и Тверской области, то большая часть их завозных. И в Тверской области выявлены случаи, подтвержденные случаи. Это случаи завозные. То есть, люди заболели за пределами Российской Федерации. Эти случаи в Твери или в регионе где-то в районах? Эти случаи в Твери. На сегодняшний день люди с подтвержденным диагнозом коронавируса госпитализированы, находятся под медицинским наблюдением, находятся в милицеровских инфекционных боксах с целью минимизации распространения инфекции и его исполнения действующего законодательства. А что это за боксы, поясните, пожалуйста, аудитории? Это бокс, который, по сути, представляет собой палату, отделенную от остального отделения специальными буферными комнатами, перегородками. Это боксы с изолированной вентиляцией, которая обеспечивается только в этом помещении. И бокс, который обеспечивает отдельный вход. То есть, вход для пациента осуществляется с улицы, и, соответственно, вход для персонала есть со стороны отделения. Это вообще мировое практика или это наш ноу-хау? Нет, это абсолютно нормальное явление. И эти боксы предусмотрены для как раз-таки изоляции и разобщения инфекционных больных, так или иначе являющихся источником инфекции. Да, те, которые могут быть заразными до момента полного их излечения. То есть, на сегодняшний день здоровье пациентов, их состояние находится в легкой форме. То есть, здоровью и жизни, самое главное, ничего не угрожает. Тем не менее, в круглосуточном режиме мы осуществляем медицинское наблюдение. Если вдруг состояние будет ухудшаться, то мы готовы к своевременным, слаженным действиям по оказанию медицинской помощи. На сегодняшний день нужно сказать, что то количество заболевших, которые выявлено в Российской Федерации, как вы правильно сказали, их 147 человек. И только за вчерашний день прибавилось 33 новых случаев подтвержденных. И эта ситуация неизбежна. И даже мэр Москвы в своем указе сказал, что в связи с неизбежным, неотвратимым распространением новой коронавирусной инфекции принимается комплекс мероприятий. В нашем регионе также этот комплекс мероприятий профилактических, противоэпидемических, направленных на снижение риска проникновения на нашу территорию и распространения инфекции проводится. Одним из таких направлений деятельности является мониторинг. Мы сейчас обеспечиваем проведение лабораторных исследований в рамках этого мониторинга от всех лиц с диагнозом вне больничной пневмонии и у лиц с признаками инфекционного заболевания, те, которые вернулись из-за рубежа или так или иначе могли находиться в контакте с целью не пропустить возможный источник инфекции, даже если болезнь протекает в легкой форме или вообще бессимптомно. То есть такая задача поставлена вышестоящим руководством, и мы ее выполняем. Поэтому в рамках масштабного проведения лабораторных исследований, так или иначе, мы будем выявлять таких людей. И некоторый рост заболеваемости, он все равно будет, и этого не нужно бояться. Вот, кстати, о прогнозах и росте заболеваний. Мы знаем, что во время своего визита недавнего в Крым глава государства сказал, что нужно готовиться к любому развитию событий. Я цитирую практически дословно. Вы были готовы к такому? Вы прогнозировали, что будет по 30 человек в день добавляться, что такое развитие событий будет? Это штатная ситуация для вас? Ну, стоит оговорку сделать, 30 человек в день – это на всю Россию. Понятно. На наши почти 140 миллионов. У нас всего два случая. Да, у нас пока два случая зарегистрировано. Около 100 человек находятся под медицинским наблюдением. И Тверская область в самом начале этого пути обеспечения готовности предприняла все необходимые меры с целью как раз-таки своевременного выявления пациентов, их изоляции и медицинского наблюдения. И на сегодняшний день эта готовность поддерживается и обеспечивается всеми заинтересованными ведомствами. Поэтому, если даже будет регистрироваться незначительный рост заболеваний, либо, как сказал наш президент, мы должны быть готовы к любому развитию событий, мы готовы. И понятие готовности, оно не является константным. То есть, на сегодняшний день мы готовы, а завтра, может быть, не очень готовы. Поэтому мы прорабатываем различные сценарии и обеспечиваем, скажем так, дополнительные мощности на случай массового поступления лиц подозрительных, либо с подтвержденным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию. Хотелось бы о конкретных мерах. Мы знаем, что 17 марта глава региона провел селектор со всеми руководителями регионов, муниципальных образований. И, ну, там говорилось о конкретных мерах. Я вот прослушал его несколько раз. Основное, что я понял, это соблюдать рекомендации Минздрава и рекомендации Роспотребнадзора. Но при этом с 23 марта во всех школах будет проведена дезинфекция, пока будут каникулы. Да, в некоторых школах они даже, я так думаю, подлиннее будут. Может быть, даже и до 12 апреля уйдет на каникулы. Потом еще было указано на то, что необходимо оказывать помощь тем, кто на карантине находится, чтобы это была исчерпывающая помощь, особенно для лиц пожилых, которым там трудно продукты принести себе, вот эти меры. Еще о каких мерах мы говорим, что с 19 марта до 10 апреля даже суды закрыли. Мы знаем, что даже судопроизводство не будет вестись. И отменяются многие концерты. Мы знаем, что цирк отменил представление у себя филармония. Офисы некоторых энергетических компаний переходит на дистанционное обслуживание. То есть, ну, вот это именно об этих мерах. Мы сейчас говорим о том, что мы готовимся. Регион, я имею в виду так, чтобы не собирались. Ну, публичное, да, то есть большое количество людей не собиралось. Об этом идет речь. Да, речь идет об этом. На самом деле, главой региона был дан ряд поручений, я считаю, которые являются необходимыми и превентивными с целью недопущения распространения инфекции. Спасибо. Об этом чуть подробнее мы поговорим. Обязательно после небольшого короткого перерыва самое главное мы будем обсуждать буквально через пару минут. Оставайтесь с нами. В эфире тема дня в студии Дмитрий Нечаев. Сегодня мы говорим о пандемии коронавируса, который захлестнул весь мир. Чего уж тут говорить. Сотнями тысяч уже исчисляются, пострадавшие от этого заболевания. Ну, и говорим также о самых последних событиях. Мы знаем о том, что, к сожалению, первая пациентка скончалась в России. Это 79-летняя женщина. И уже первые два случая зарегистрированы, к большому сожалению, и у нас в нашем городе в Твери. И сегодня мы эту тему обсуждаем, вырабатываем тактику действий. Советы будем давать конкретные, практически. С компетентными специалистами. Это Александр Сергеевич, я напомню, Раздорский. Главный нештатный эпидемиолог Минздрава Тверской области. И люди, которые помогут нам в психологическом плане. Потому что, как оказалось, этот момент тоже один из важнейших в борьбе с этой проблемой. Это Елена Вячеславовна Шеметкова. Гештальпсихолог. И Юрий Николаевич Рыльский, психотерапевт, руководитель Центра развития личности. Я скажу еще нашей аудитории, что пока был небольшой этот перерыв, нам поступил звонок. Мы всегда даем приоритет нашим слушателям, зрителям. И стараемся отвечать на их вопросы. Он не совсем по теме. Но, тем не менее, значит, тут один из родителей, многодетный, задал такой вопрос. Мы знаем, что сейчас многие учебные заведения, многие учреждения культуры уходят на... Ну, вот мне подскажут, что еще есть звонок. Давайте попробуем принять, потом ответим тогда на это. Слушаем вас. Здравствуйте. Меня зовут Игорь. Вот у меня такой вопрос. Можно ли вылечиться от коронавируса народные средства? И чем он опасен вообще? Ну, понятно. Спасибо за вопрос. Ну, давайте тогда, Александр Сергеевич, может быть, это... Я коротко отвечу. Конечно, да, народные средства, они хороши, но в первую очередь они направлены на поддержание общего состояния здоровья. Что касается коронавирусной инфекции, если уж такой диагноз был поставлен или есть подозрение, нужно обращаться обязательно за медицинской помощью. Напомню, что в большинстве случаев в 80% по информации Всемирной организации здравоохранения болезнь протекает в легкой форме. Поэтому даже если есть признаки острой респираторной вирусной инфекции, необходимо обращаться за медицинской помощью, вызывать врача к себе на дом. И помнить, что самолечение или использование народных средств, оно может быть чревато усугублением состояния здоровья. Поэтому лучше не практиковать, а обращаться за медицинской помощью к специалистам. Согласен. Спасибо. Так вот, сейчас многие образовательные учреждения переходят на дистанционное обучение. Ну, по крайней мере, такая есть возможность у родителей, это даже кому-то рекомендовано. Мы знаем, что в 44-й гимназии там уже несколько классов практически распущены, потому что родители приняли решение детей не отпускать в школу. Так вот, в Москве, как вот сказал наш слушатель, достаточно просто написать дистанционное заявление. И можно считать, что вы официально освобождены от личного участия в уроках. Но, тем не менее, это не освобождает так, чтобы заниматься дома. Я знаю, что у вас, Елена Вячеславовна, есть свой опыт. Как вот в Твери проходит эта процедура? Ну, таким же образом, буквально там несколько дней назад, классные руководители по родительским чатам разослали форму, как написать это заявление, для того, чтобы дети перешли на дистанционную форму обучения. И уже педагоги осуществляют дистанционное обучение таким вот образом. Детки некоторые ушли действительно на дистанционную форму. Ну, то есть никаких сложностей не возникает? Нет, никаких. Это исключительно желание родителей. Ну, понятно. Я думаю, что все сейчас здесь понимают и войдут в положение. И я думаю, что с педагоги тоже пойдут с пониманием. Никто не будет потом преследовать ребенка и говорить, что он прогучит. А теперь давайте поговорим вот о такой новой проблеме. Понимаете, вот дело в том, что вот эта пандемия, ну, да, в общем-то, размах ее уже впечатляет, конечно, 200 с лишним тысяч заболевших и так далее. Но при этом мы забываем о том часто, что, например, от того же гриппа более полумиллиона в год умирает. Это не только заболевает, заболевает гораздо больше, умирает людей. От коронавируса, ну, не хочется говорить к счастью, но пока что погибло всего чуть больше 8 тысяч. Ну, вдумайтесь, да, цифры там 600 тысяч, например, от гриппа и 8 тысяч от коронавируса. При этом ему такая вот, оказывается, информационная поддержка многими, теперь же не только телевидением, радио, теперь же больше даже в интернете где-то какие-то псевдопсихологи, там какие-то специалисты пишут, какие-то знатоки, что у них якобы есть какие-то знакомые в Минздраве России, там или там где-то там в Англии, еще где-то. Ну, делают такие вот рассылки. Насколько это фейково и насколько это может за этим что-то действительно стоять, большой вопрос. Но получается, что пандемия началась уже в умах людей. То есть сотни тысяч людей по всему миру. Вы знаете, я вот сейчас вот шел к вам на эту программу, и мне позвонила знакомая по этому ватсапу. Она в Австралии живет уже 18 лет. Она говорит, пустые полки, ничего нет в магазинах, все сметено. То есть абсолютно та же во всем мире люди реагируют. В Америке есть, вот там уже в пабликах выкладывают по 20 километров очереди магазины. То есть началась некая такая вот эпидемия в головах. Но дело в том, что она инспирированная, она в принципе рукотворная. Это делают СМИ. Когда произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС, но никто там никуда особенно не побежал. Был очень узкий поток информационный. Как вы считаете, вот в связи с этим вопросом, на что какой-то ставят эксперимент? Это кому-то выгодно? Кто-то проверяет стрессоустойчивость общества или манеру, как будет вести себя общество в подобных ситуациях? Или это бесконтрольный просто процесс? Ну, может, Юрий Николаевич, может, вы подскажете. Давайте по поводу тревоги сначала, может быть, пару слов. Что пандемия коронавируса, ну, это вот впервые. Грипп, когда мы привыкли. А тут коронавирус. Это уже не первый заход коронавируса, но в таких масштабах впервые. И это стресс для людей, безусловно. А стресс развивается по определенному такому механизму. И первая стадия стресса – это всегда тревога. Потому что есть неопределенность, что же завтра нас ждет. И тревогу можно раскачать до паники, конечно. Вот вы говорите, кому-то это выгодно. Кому-то выгодно. Есть группы людей, которые используют коронавирус как повод решить какие-то политические, экономические задачи. Возможно, борьбу за власть. И мы видим целенаправленные вбросы фейковые, которые раскачивают ситуацию. Есть такие люди, есть такие группы заинтересованные. И у нас такие уже объявления в России появляются. Их отслеживают. Другое, что может быть, есть люди, которые заинтересованы как-то себя узнаваемыми сделать. И они пытаются создавать какую-то информацию, быть впереди. И на этом тоже какой-то гешефт свой получат. Такой хайп, так называемый. Хайп, да. Может быть так. Дешевый популярный. Да, кто-то просто страну не любит. Или там правительство. И вот, так сказать, озлоблено все это дело. Подает и пишет. А есть часть людей, которые просто повторяют за ними. Да, вот дублируют, пересылают все это. Что это? Может быть, это наивность. Может быть, это, я не знаю, как тревога сама по себе. Или глупость какая-то. То есть, вот все это вместе работает. Мне кажется, этот поток затягивает. Просто люди уже как, знаете, эффект толпы. Все побежали, я побежал. Все рассылают, я рассылаю. Это и есть паника, когда я делаю что-то, что-то делай. Есть такой даже механизм для успокоения. Что-то делай, вот раскупает туалетную бумагу. Ощущение, что-то, что-то делаешь. Хотя справиться с этим можно. И способы тоже известны. Если хотите, мы пару слов. Это мы сейчас об этом будем говорить. Вы знаете, вот сейчас такая есть информация о том, что от этого коронавируса, COVID-19, больше страдают пожилые люди. Люди там в серебряном возрасте за 60, 60+. А меньше страдают дети. Но тут такой даже анекдот в последнее время появился. Говорит, знаете, почему дети меньше страдают от коронавируса? Потому что они меньше новостей смотрят. Поэтому они меньше от этого страдают. Вот у меня в связи с этим такой вот вопрос. Для чего это делается? Один из очевидных совершенно результатов такого психической обработки населения, это вот тот знаменитый случай, который по всем федеральным каналам показывали в метро, когда молодой человек начал там вот эту дурага валять, упал на пол, стал биться якобы в конвульсиях. И сначала у людей был позыв в чем-то помочь, кем мы устремились. А когда кто-то специально крикнул, что у него опаснейший вирус, все отшатнулись. У меня такое ощущение, что люди перестали, утратили возможность критично мыслить, обрабатывать информацию. Они уже воспринимают все как бы за чистую монету. Вот есть такой момент? Или здесь другие какие-то механизмы? Есть, конечно, вот Юрий Николаевич сказал о ситуации стресса. И на тревоге люди действительно критичность мышления утрачивают. Это совершенно естественно. И тогда поддаются быстрее панике, и срабатывают реакции бей или беги. Ну, то есть как только опасность, человек убегает, либо там начинает драться. Ну, то есть какие-то действия делает, такие, которые, кажется, ему могут помочь, ему контролировать ситуацию, либо как-то чувствовать себя достаточно устойчивым. И тогда, да, действительно, вбросы, которые сейчас происходят, тоже есть такое ощущение, как вы и сказали, о том, что как будто такой эксперимент глобальный, о том, готово ли население планеты к тому, чтобы выдержать какой-то новый виток напряжения. И действительно люди, на удивление, правда, откликаются на то, что если они пришли в магазин просто за пакетом соли, но видят, что кто-то покупает туалетную бумагу рулонами, они говорят, ну, мне же тоже надо. Стереотипность мышления. Да, и стереотипность срабатывает, что мне надо, потому что все берут, и я тоже беру. И критики нет. В этот момент человек не спрашивает себя, надо мне или нет, может, у меня дома запасы, эту туалетную бумагу есть. Но вот это вот движение совместное, такое стадное мышление, оно срабатывает моментально, потому что именно это дает ощущение некоторого контроля над ситуацией. Ну и плюс к этому, действительно, пока же неизвестно, как лечиться. Там, да, сегодня там зритель спрашивал про то, есть ли возможность народными средствами. Правда, страх от того, что непонятно, как лечиться, что делать и как. То есть мы должны будем полностью полагаться на медицину в этот момент. И за счет того, что показывают эту панику, что действительно очень много заболевших, есть ощущение, что как будто надо как-то подготовиться серьезнее, потому что вдруг врачей на всех не хватит, вдруг коек на всех не хватит. И эта паника захватывает еще больше. Ну и плюс, конечно, средства массовой информации огромны. По всем каналам, как бы ты ни листал, везде будет тема коронавируса. Везде. То есть нет возможности отдохнуть даже от этого. И мне кажется, важно ограничить вообще контенты медиа. Об этом мы тоже еще поговорим обязательно. Вы знаете, действительно, я полностью согласен с Юрием Николаевичем и с вами, что человек, который находится в критической ситуации, он еще больше утрачивает возможность, даже если она у него была где-то там в зачатке, критично обрабатывать информацию. И из-за того, что у него так вот разжижается мозг, с позволения сказать, он делается более легко манипулируемым. То есть им можно управлять. Он ослеплен этим. Ему скажи, беги, он будет побежать. Туда кричи, власть долой будет, власть долой. Все что угодно. То есть действительно это кто-то может использовать в своих целях. Вот если вы сейчас сказали, очень важный момент затронули, что не создана вакцина, не знают, как лечиться. Вот, Александр Сергеевич, в связи с этим вот такой вопрос. Мы знаем, что, в принципе, и коронавирусы, это же не впервые появился коронавирус, это тип вирусов, коронавирус. Он был уже, в смысле, были подобные вирусы, как коронавирусы, и были похожи на него. Чем-то он очень похож, кстати говоря, это же тоже респираторное заболевание, так же, как и грипп. Это же тоже респираторная форма заболевания. В чем отличие, и в чем он, ну, не знаю, там, фатальнее, чем грипп, что ли? Почему мы с гриппом более-менее научились справляться? Летальность от гриппа составляет 0,1%, примерно. А от коронавируса 3-4%, примерно так сейчас. Это очень такие примерные данные. Ну, выше значительно, чем от гриппа. Чем он отличается? Да, семейство коронавирусов известно достаточно давно, и мы знаем, что причиной и поводом возникновения атипичной пневмонии были коронавирусы. Ближневосточный респираторный синдром вызывался коронавирусом, и сейчас сталкиваемся с этой проблемой. В чем отличие от гриппа или сходства? И грипп, и коронавирусы являются возбудителями острых респираторных вирусных инфекций, то есть поражают верхние дыхательные пути, и в дальнейшем могут привести к более серьезному поражению респираторного тракта, вплоть до возникновения пневмонии тяжелой вирусной, от чего, собственно говоря, и погибают эти пациенты. Но отличие от гриппа в чем? Грипп мы можем считать уже вакцину управляемой инфекцией. Почему мы ежегодно проводим кампании вакцинации против гриппа с охватом более 50% населения регионов и страны? Потому что это является эффективной мерой профилактики. Сделал прививку, и все. И ты не восприимчив к этому вирусу. В отношении новой инфекции коронавирусной этот механизм пока не отработан. Пока не создана вакцина, которая позволяет выработать эффективный иммунитет против этой болезни. Есть информация о том, что через год, через полтора года только эта вакцина появится. Сейчас уже есть прототипы, есть уже те, которые переходят на стадию испытаний. Но достоверно сказать, когда мы получим эффективный иммунобиологический препарат для формирования иммунитета и вакцинации нашего населения, пока сказать достаточно сложно. Что касается медикаментозного лечения, уже не профилактики, а именно лечения, то в данной ситуации, опять же, основываясь на опыте, который получен в борьбе с атипичной пневмонией и ближневосточным респираторным синдромом, есть данные, что эффективность против коронавируса нового имеется у противовирусных препаратов, которые используются для лечения ряда вирусных инфекций, в том числе для лечения вируса иммунодефицита человека. И у нас эти препараты имеются. Но часто задают вопрос, а может быть, стоит с профилактической точки зрения их принимать или как-то? Нет. Эти препараты, как и любые другие медицинские препараты, должны приниматься по показаниям. И в данном случае показанием является подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Да. Потому что бесконтрольное применение с якобы профилактической целью может нанести вред здоровью. Этого делать категорически нельзя. А вот то, что позвонил наш слушатель, наесться чеснока, хрена, еще перцы, это все пустое? Это поможет отпугнуть потенциальных инфицированных. Как плацема. Как барьерная функция. А вот по поводу перспектив развития. Мы знаем, что сейчас в мире уже какие-то ищут подходы по борьбе с этим коронавирусом. Есть несколько вариантов. Мы видим вариант такой супердинамичный, энергичный, как в Китае, как в Южной Корее, где просто всех подсражаешь. Ну, там очень дисциплинированное население. Все в изоляцию, все сидят дома, помогают друг другу и так далее. Есть страны, которых вчера бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко, назвал, как он их типа раздолбаем или что-то такое-то, европейцев, которые к этому относятся как бы так со смехом и без особой ответственности ходят друг к другу в гости. Ходили, по крайней мере, еще до недавнего времени. Но при этом есть мнение, что... То есть, два варианта. Либо это нужны жесткие меры, нужно всех обрабатывать, там все хлорировать и так далее. Либо, как предложила одна ученая, это доктор биологических наук, профессор США по фамилии Баранова, видимо, нашего происхождения российского, что условия прекращения вируса, она сказала два. Первое. Это эволюционный. Это когда вирус будет постепенно передаваясь. Она считает, что от грызунов или от летучих мышей перешел к человеку. И он будет постепенно, говорит, слабеть. То есть, когда он перешел к человеку, он уже стал слабее, потом от другого человека в следующем еще слабее. То есть, постепенный, как она говорит, коэволюционный путь. И второй путь, это приобретение массового иммунитета. Если когда переболеет до 70% населения, по которому Великобритания, по ее словам, пошла, ну, тогда он сам по себе просто население станет защищено, и он просто сойдет на нет. По какому России пути пошла? Если говорить о мероприятиях, которые проводятся, то здесь, в принципе, у нас есть существенные отличия от Европы и, в принципе, западных стран. Если у них система здравоохранения и противодействия и санэпиднадзора основана на реагировании, на ситуацию, которая уже возникла, в России еще с советских времен выстраивалась система мониторинга и превентивных мер, которые направлены на профилактику, на предупреждение распространения и проникновение инфекции, это мы видим и в данной ситуации, когда Россия оперативно закрывала границы, ограничивала доступ на нашу территорию потенциальных лиц, которые могли быть инфицированы новым коронавирусом. Что касается иммунитета, то да, это совершенно точно коллективный иммунитет формируется либо при вакцинации населения, либо естественным образом, когда люди переболевают и становятся невосприимчивыми к инфекционной болезни. Что касается первого варианта, когда вирус эволюционирует посредством многократного пассажа через людей, то это тоже возможно. И одна из гипотез, почему в Южной Корее, несмотря на большое количество заболевших, достаточно низкая летальность, это как раз и говорит о том, что вирус, попавший в Корею, он уже утратил свою вирулентность и патогенность, то есть способность заражать людей и вызывать болезнь в более тяжелой форме. И таким образом заболевание у людей протекало более легко. Это тоже возможно. То есть я думаю, что ситуация будет развиваться параллельно. Наряду с формированием популяционного иммунитета вирус будет все равно слабеть и утрачивать свои... Спасибо. Сейчас я еще раз хотел бы вернуться к теме психического здоровья. Как оказалось, в условиях этой эпидемии, это очень важный аспект, потому что вот эта паника, она налицо абсолютно. Мы уже можем констатировать, что у нас уже и пандемия паники началась по поводу коронавируса. Она ситуацию, конечно, усугубляет. Хотя некоторые говорят, что предупрежден, значит, вооружен, дай-ка я полезу в свой там вайбер ватсап, что-то прочитаю. Уж там-то точно по-настоящему пишут правду. Там, что там по радио, там нам это успокаивают, там по федеральным каналам. А вот ватсапе какой-то там Вася-то написал, он-то точно знает. У него министр здравоохранения Российской Федерации, точно это его друг, прям 100%. Надо прочитать и перестраховаться. И чем черт не шутит, там лучше лишний раз там лишние полтонны туалетной бумаги купить и гречки там так, чтобы забить под потолок всю кухню. Но при этом нужно понимать, что человек сейчас у нас очень сильно, мы сейчас сталкиваемся с теми вызовами, которые лет 20-25 назад еще не стояли перед нами. Вот это действительно тотальный интернет, тотальные СМИ. У нас тогда было два канала, теперь их 142 канала. У нас теперь у всех эти вот мессенджеры все и так далее. То есть, это такой навалился информационный поток. Но с другой стороны, как быть? Нужно ли вообще себя из него вырывать, принудительно говорить, так, все, стоп, телефон отключаю, телевизор выключаю, радио из розетки выдираю, ничего не слушаю, ничего не вижу. А вдруг я пропущу что-то главное? Как вы это считаете? Как вообще отделить главное от неглавного? Какие вы выдали советы? Ну, мне кажется, все-таки важно ограничить все равно медиа-контент. То есть, это нужно делать? Это нужно делать. Я бы даже как бы рекомендовала некоторым личностям, которые больше склонны к тревоге, действительно ограничить доступ, потому что действительно наличие гаджетов, планшетов либо телефонов дает такое ощущение, что я все время могу все знать. Но информация, как вы и сказали, совершенно разная. И больше русские люди доверяют непосредственно сарафанному радио. Действительно, какой-нибудь там брат премьер-министра или еще кто-то передал, и эта информация кажется более достоверной. И тогда начинается, правда, ощущение того, что вот я что-то знаю такое, а что другие не знают. И я этим поделюсь обязательно, но опять же, только по секрету, только тебе. И это разрастается в большей такой силе, и когда человек начинает в это верить еще больше. И плюс к этому, ну, на сегодняшний момент, если вы забьете там в поисковике про коронавирус, и как лечиться, вылезут совершенно разные информации, как лечиться, как это происходит сейчас. Информация непроверенная, недостоверная, и она настолько разная, что еще больше хаоса вносит, еще больше страхов, еще больше переживаний. И мне кажется, тут уже переизбыток информации приводит к тому, что у человека вообще критичность мышления снижается напрочь, и он туда в панику впадает еще больше. Поэтому, мне кажется, ограничение какое-то все-таки было бы очень даже неплохо. Юрий Николаевич, как вы считаете, действительно у нас происходит такая тотальная неврастинизация общества, если так можно выразиться? Ну, зависит от того, чем человек занят. То есть, это от безделья, вы хотите сказать? Нет, это от попыток вот что-то сделать. Он метается туда-сюда. Мы можем дифференцировать информацию, ее надо читать, но читайте официально. А можем ли мы еще дифференцировать? Официально читайте. Читайте можем, конечно. Здравый смысл все-таки есть у населения, и большинство им обладает. И включает нужные моменты. Поэтому, конечно, надо... Государству совершенно не нужна паника. И оно открыто нам сообщает все. И пресекает фейк, что самое главное. Это надо пресекать. Чтобы никуда не растекалось. А читайте официальную информацию о официальных сайтах, где вам расскажут, что происходит и что делать дальше. Это же будет. У нас же будут какие-то изменения, мер по борьбе с коронавирусом. Значит, будет движуха какая-то. Ее надо наблюдать. Но самое главное, что вы могли бы сделать сами. Вы могли бы составить свой план, что вы будете делать. Вы лично. У государства план есть. У нашей власти, как мы выяснили, план есть. А у вас план есть? Вот план, что вы будете делать? Как только у вас появился план, вы начинаете адаптироваться. Тревога закончилась. Вы начинаете адаптироваться к ситуации, в ней вы можете долго жить. В этой ситуации. План конкретных действий. То есть, если вы заняты где-то в работе по жизнеобеспечению города, за вами будет там государство и предприятие ухаживать. Они будут вам там покупать спецодежду, маски, средства всякие, протирки и так далее. Вы будете там, допустим, в силовых ведомствах, или в здравоохранении, или в хозяйственной какой-то там части. То есть, нужно, чтобы город жил. А если вы не заняты в этом, и можете вы дистанционно работать? Работайте. Составьте план, ограничите контакты. Их надо как можно меньше. После коронавируса многим может понравиться. Может понравиться. Может действительно можно работать дистанционно. Если вы имеете возможность уехать куда-то, к себе на дачу, предположим, поезжайте туда. Вы же когда на дачу едете, вы же покупаете какие-то продукты. Вот так же и купите. Не надо все с полка-то мести. Ну, что-то вам надо, надо купить, конечно. Вы же не будете там голодный сидеть. Поменьше ходить. Но если вы хотите на год затариться, то нет смысла. Продукты есть, их обеспечивают. Все у нас в этом плане нормально. То есть, нужен конкретный план, что лично я буду делать. Как я буду о себе заботиться. И о своих ближних. И вот это спрашивает. Вы не стали закупаться гречкой, крупой макароной? Я собираюсь тоже через некоторое время перейти на дистантное консультирование. И хочу тоже, да, у меня есть возможность удалиться на дачу. И вот поехать на дачу на неделю, предположим, мне понадобятся какие-то продукты, чтобы я ел. Именно это я и куплю. Ну, то есть, без гречки никак. Я вам честно скажу, что у меня от коронавируса больше всех страдает моя собака, потому что она любит гречневую кашу, а ее сейчас я не могу просто... Не знаю, вчера я видел магазины. Вы знаете места. Мне кажется, дело в расторопности торговых организаций. Потому что все-таки на складах это есть. Но на людей это обрушивается. Где-то не хватает продавцов, где-то работников. Они за эту выручку за полгода вперед сделают. Ну да, вот тут плюсы есть, конечно. Да, выручка будет. Но вот еще раз, борьба вот с этим метанием туда-сюда, туда-сюда, она заканчивается, когда вы конкретно занимаетесь делом. Ведь у вас, если вы решили дома посидеть, масса дел. Дом же масса дел. Можно, наконец, убраться, все почистить, какой-нибудь там мусор выбросить, хлам всякий ненужный. Можно там отношения в семье прояснить, наконец-то, с детьми поиграть. Мне кажется, опасно, Юрий Николаевич. Предрекает, что после такой изоляции резкий спрессорождаемость, если еще электричество отключить, то уже будет... Демографические показатели будем поднимать. Будем приватить. Тоже есть свой плюс. Вот не было бы до несчастья, да, вот это несчастье, по-моему. Александр Сергеевич, как по-вашему, вот, ну, вы знаете эту тему, подобные инфекции, вообще, на сколько это? На полгода, на месяц, на два, как это обычно? Вы знаете, что в Китае впервые, кстати говоря, еще тоже одна новость, впервые не зарегистрировано за прошедшие сутки ни одного вновь заболевшего. Это очень показательно. Да, кроме того, Китай вводит достаточно серьезные и жесткие меры по профилактике вторичных завозов уже из других стран, которые являются эпидемиологически неблагополучными, чтобы предотвратить повторное распространение на своей территории. Что касается сценариев возможных, то здесь сказать заранее сложно. Никто не ожидал, что Европа, на самом деле, окажется вот в такой ситуации. Да. В России, я считаю, что избыточные, точнее, не избыточные, кому-то они кажутся избыточными, эти мероприятия, но они достаточные для того, чтобы ситуацию держать под контролем и обеспечивать сдерживание распространения инфекции настолько, насколько это возможно в максимальном варианте, но продолжая тему с тем, что должен быть обязательно план, план у правительства, план у отдельных структур и организаций, у каждого должен быть план, а точнее у каждого должна быть выработана собственная модель поведения в данной конкретной ситуации. Это позволит избежать, в первую очередь, паники, это позволит обеспечить профилактику на индивидуальном уровне. Просто элементарные правила личной гигиены, которые существуют, которые не требуют каких-то специфических знаний, они должны соблюдаться. И вот эта модель поведения, она должна в себя включать определенный алгоритм действий, как мы утром чистим зубы, умываемся, совершаем утренний туалет, соответственно, в течение дня вот эти действия, они должны соблюдаться. При посещении людных мест, при общении с коллегами на работе, при посещении магазинов, при возвращении домой, соответственно, эти действия должны соблюдаться. Вы говорите о посещении людных мест, а как считаете, это обосновано, то, что сейчас действительно отменяются культурно-массовые мероприятия, больше трех не собираться, полтора метра друг от друга дистанцию держать, как это обосновано? Да, это обосновано. Или вы перестраховываете? Есть масса недовольных, в частности, многие боятся карантина, но здесь недовольство, оно в первую очередь связано с, наверное, выходом из какой-то зоны комфорта, но эти мероприятия необходимы, эти мероприятия нормальны. И эти мероприятия не говорят о том, что у нас все плохо, и поэтому мы наконец-то там закрыли школы или там перевели детей на свободное посещение. Нет, это превентивные меры, которые направлены на профилактику возникновения новых случаев заболевания. Да, если мы говорим, что ограничить посещение людных мест, как любой эпидемический процесс, включающий в себя источник инфекции, путь передачи, восприимчивый организм. Мы разобщаем людей, соответственно, путь передачи не может быть реализован, люди не заболевают. Ну, то есть, это как говорят, лес, землянка, сухари, надо так, что ли, всем туда? Нет, не обязательно лес, землянка, сухари, нужно здраво подходить к этой ситуации, без паники. Если есть у кого-то возможность уйти, скажем так, в режим, но не самоизоляции, да, но это справедливо скорее для людей, которые возвращаются из-за рубежа, и им рекомендовано на протяжении инкубационного периода находиться либо дома, либо под медицинским наблюдением. Что касается всех остальных граждан, в первую очередь, лиц пожилого возраста, которые в большей степени подвержены осложнениям этой болезни и более тяжелому течению, да, эти меры необходимо предпринять, ограничить выход на улицу, посещение людных мест, потому что это все эффективные способы профилактики болезни. Ну, Александр Ильич, я все-таки вернусь к вопросу, как вы прогнозируете, как у нас будет развиваться? Смотрите, в Китае уже можно сказать, что у них, наверное, пик все-таки прошел, слава богу, да. Что касается наших европейских друзей, соседей, которые не захотели выходить из зоны комфорта, мы видим, что сейчас там происходит. Ну, мы ближе все-таки, наверное, вот в этом плане к китайской модели поведения, потому что все-таки у нас были превентивные меры приняты многие, хотя, конечно, во многом не отличаемся. Вот в нашей стране, как вы думаете, он будет нарастать, пока это будет количество зараженных, заболевших, там, летальных исходов, или все-таки мы как бы... Да, в ближайшее время все-таки прогнозируется некоторый рост числа новых зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции, но вряд ли это будет иметь какой-то взрывной характер. То есть это будет планомерное увеличение числа новых случаев ввиду того, что, как я уже сказал, мы обследуем достаточно большое количество людей, и так или иначе будем их выявлять, и это хорошо, потому что гораздо лучше, если мы этого человека выявим и поместим под медицинское наблюдение в медицинскую организацию, и пусть у нас будет там количество недовольных людей теми мероприятиями, которые проводятся, там, сто тысяч недовольных, но это позволит избежать огромного количества больных. Да, поэтому я думаю, все-таки в России ситуация, если и будет развиваться, то не такими стремительными темпами, как и в Европе, а что касается сценариев развития, здесь существуют несколько благоприятные, средние, неблагоприятные сценарии, и по какому пути мы пойдем, естественно, мы все ожидаем благоприятного разрешения ситуации, особенно учитывая те мероприятия, которые проводятся. Тут такой еще интересный момент произошел в плане психологии, массовой социальной психологии. Казалось бы, людям тяжело, все переживают, как Юрий Николаевич сказал, что в тревожности чувства появляется, это все закономерно, но, казалось бы, абсурдно, при этом надо как-то стараться расслабиться, к чему-то светлому, доброму и позитивному стремиться, но нет, на 80% возросли запросы на сайтах про фильмы ужаса, фильмы катастрофы, фильм, например, фильм «Заражение», по-моему, так и называется, он, по-моему, 2011 года какого-то, Лохматова, на 80% с чем-то процентов возросли запросы к нему интерес. То есть люди просто большими глотками впитывают вот это вот искусство, но это же не документальный фильм, это же художественный фильм, они просто пожирают вот эти вот фильмы, огромное количество, там целый список. Почему это происходит? Но и так тяжело, и так измотано сознание, и так это с утра до ночи отовсюду льется, так или иначе человек через мозг пропускает, зачем это усугублять? Почему? Что это за вот такой феномен? Ну, напряжения же много, а так как напряжения, тревоги много, надо куда-то ее разряжать, потому что... Вы думаете, это разряжает? Ну, бездействие совсем, это значит большое количество напряжения контейнировать внутри себя, и это будет развивать либо психосоматические заболевания, либо, собственно, накапливать агрессию, которую надо бы тоже куда-то отдавать. В общем-то, если я нахожусь в карантине, то близки. И фильм ужасов дает немножко возможность разрядиться, это первое. А второе, я думаю, что частично это срабатывает как такой поиск решений, как в этой ситуации вообще быть. Но чаще всего фильм ужасов все-таки заканчивается хорошо. Это тоже поиск такого хэппи-энда, в конце концов, такой психологический настрой. Но потом нервы все равно напряжены, психика возбужденная, и ищет, по большому счету, какой-то разрядки. Может быть, люди ищут какую-то для себя модель поведения в такой ситуации? Потому что мы же не были готовы, мы еще там 3 месяца назад вообще так, что-то даже не слышали об этом, мы не знаем, что так будет. Да, да, переход от тревоги к адаптации, когда длительная адаптация, ведь стресс предполагает длительную адаптацию. Там еще третья стадия есть у стресса. Вот он такой в поисках, да, если вы предлагаете ему конкретную альтернативу, давай, вот делом займемся, реши, что ты будешь делать. Будешь дистанционно работать, ну, обустрой все рабочее место. Начни там убираться, начни руки мыть, купи там антисептики, обрабатывай поверхности. Он вошел в клюю, адаптировался. И тогда ему не надо фильмы ужасов смотреть. Возможно, он здесь с ребенком поиграет. Или чем-то займется дома. Ну, много же дел, да? И вот, а вот неопределенность, пока она существует, когда ты определился с планом, и что ты делаешь, неопределенность уже рассасывается, ее меньше. Ты начинаешь заниматься. Вот у тебя есть, ты принимаешь ситуацию, ты можешь заболеть, ну, можешь. Обязательно ты умрешь? Да нет, конечно. Ведь тяжелые случаи, они, ну, там, в группе риска, каждый пятый примерно. А молодежь вообще легко это протекает-то все. И грипп действительно слабеет, когда он проходит вот эти вот все страны. И профилактика у нас мощная сейчас. Вот мы много мир предприняли. Поэтому здесь нужно просто собраться и простроить для себя вот эту самую модель поведения. Чего ее искать в боевиках? Это вот суета. Это вот, что называется, я мечусь туда-сюда. А чем это окончается, давай поглядим. И вот та самая ситуация, когда я не могу сосредоточиться и сказать, ну, все, хватит, давай займемся, наконец, вот насущными делами. Иди лучше руки помой, да пол заодно. Протри там все. Можешь мелкий ремонт сделать, еще чем-то займись. Вот этот переключик скоро будет. Елена Ильич, а Вы как считаете, то есть вот эти уход, вот эти фильмы, просмотры, это нельзя назвать вакциной для души? То есть это скорее вредно, чем полезно? Сложно сказать по оценке, там, вредно ли это полезно. Скорее, правда, я соглашусь с Юрием Николаевичем про то, что уровень тревоги не может бесконечно нарастать. Он когда-то дойдет до пика. Будет срыв. Да нет, скорее будет поиск адаптационных каких-то ресурсов для того, чтобы действительно как-то стабилизироваться. Но я думаю, что действительно просмотр фильмов ужасов это либо как действительно поиск какого-то решения, а как выжить там, да, в ситуации апокалипсиса. И второй момент, это правда еще немножко скидывает напряжение. Все равно его много. Как бы не говорили, потому что Юрий Николаевич правильно говорит, там, выработать план. Но для того, чтобы выработать план, нужно быть очень спокойным в этот момент. Очень выровняться. Об плане мы еще поговорим. Сейчас буквально несколько минут реклама. И самое главное у нас будет уже в завершающей части нашей программы. Вы смотрите завершающую часть программы «Тема дня», которая посвящена коронавирусам, а точнее мерам борьбы с ним, самым эффективным мерам борьбы с этой проблемой, глобальной проблемой, которая отразилась и на физическом самочувствии населения планеты, и на его психическом самочувствии, даже еще неизвестно, о чем сильнее. Ну и, конечно, на экономике. Но это уже тема других будет наших программ. Пока мы говорим про коронавирус, как ему противостоять. Кстати, не о коронавирусе, об одном мы говорим. Вот сейчас мы в перерыве немножко пообщались и поговорили о том, что вот Александр Сергеевич говорил, что есть более даже такие, даже в настоящем, я не говорю про испанку, которая там миллионами косила, я говорю про ныне действующие, так сказать, в наших реалиях инфекции, которые не менее, а может даже более опасные, чем коронавирус. Вот просветите, о чем идет речь? Да, конечно, есть группа особо опасных инфекций, к ним относятся и бактериальные инфекции, если мы говорим о чуме, сибирской язве, и вирусной инфекции, так называемая группа высококонтагиозных геморрагических, в том числе лихорадок. Да, есть страны эндемичные, но всегда есть риск завоза этих инфекционных болезней, и Россия к этому риску готова. И у нас действует комплекс карантинных мероприятий в рамках санитарно-карантинного контроля через государственную границу, и ряд мониторинговых мероприятий на эндемичных территориях нашей страны. Если мы говорим, допустим, о той же чуме или сибирской язве, есть стационарные неблагополучные пункты, проводится вакцинация населения из числа групп риска, которые так или иначе могут быть подвержены риску заражения этими инфекционными болезнями. И они были всегда. По статистике ежегодно появляются до 10 новых вирусных инфекционных болезней, которые в любой момент времени могут приобрести патогенные для человека свойства. Поэтому осуществляется мониторинг и вирусов гриппа, и других новых вирусных инфекций. И почему в отношении коронавируса возник такой ажиотаж? Потому что инфекция новая, до конца не изученная, и, естественно, никто до конца в свое время не знал, что от него ожидать, какой уровень заболеваемости эта инфекция даст, какой уровень летальности, и какие могут быть осложнения этой инфекции. Сейчас научное сообщество мировое так или иначе вирус изучает, расшифрован его генетический код, ведется работа над созданием эффективных диагностических препаратов, профилактических препаратов, именно вакцины. И поэтому в скором времени у нас на вооружении будет весь арсенал необходимых средств для того, чтобы эффективно противостоять этой инфекционной болезни. Что ж, спасибо. Наверное, вот эта оптимистичная информация, обнадеживающая, мы будем завершать наш эфир. Но что-то мне подсказывает, что он не последний. На эту тему нам еще предстоит встретиться. Мы будем следить за тем, как это развивается. Будем давать советы нашей аудитории, как бороться эффективно, помогать людям. Ну, не поддавайтесь панике. Вот тут, знаете, переиначивая поговорку известную, скажем, что паникой горе не поможешь. Поэтому будьте вооружены знаниями, настоящими, подлинными. И не поддавайтесь никаким вот этим паническим настроениям. Будьте здоровы. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин